Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем снимать видеоролики про PLK210 и сегодня посмотрим, как настроить обмен по протоколу Modbus RTU в режиме Master. Мы покажем два способа. Опрос с помощью шаблонов на примере модуля MX110 и опрос через стандартные компоненты Codesys на примере работы с панелью оператора SP3XX. Для начала рассмотрим подключение к контроллеру модулей MX110. Мы используем модуль аналогового вывода MV1108A и модуль дискретного вывода MU1108R. Эти модули имеют следующие сетевые настройки. Скорость 115200 бит в секунду, число бит данных 8, число стоп бит 1, контроль чётности отсутствует. Модулю MV8A задан слейф адрес 8, а модулю MU8R 16. Они подключены к ПЛК через интерфейс RS-485.1. Настройка модулей выполняется с помощью ПО Конфигуратор М110. В рамках этого видео мы не будем подробно останавливаться на процедуре настройки. Её описание приведено в руководстве по эксплуатации на модуле. Начнём с установки в Codesys пакета шаблонов. Он доступен на сайте OVEN в разделе Codesys версии 3, библиотеки и компоненты. Пакет представляет собой файл формата package, который устанавливается в Codesys через меню инструменты менеджер пакетов. Текущая версия пакета 3.5.11.4. Теперь создадим новый проект для ПЛК-210 в среде Codesys. Объявим в программе переменную RAE1 типа real, которая будет содержать значение первого аналогового входа модуля 8a, и переменную xdo1 типа bool, которая будет использоваться для управления первым дискретным выходом модуля 8r. Напишем в программе простейшую логику. Если значение аналогового входа превышает 20, то дискретный выход замыкается. Если это условие не выполняется, дискретный выход должен быть разомкнут. Перейдём к настройке обмена. Нажмём правой кнопкой мыши на узел Device и выберем команду «Добавить устройство». Во вкладке «Промышленные сети» выберем папку Modbus, а в ней компонент Modbus.com. Этот компонент используется для настройки компорта контроллера. Обратите внимание на его версию. Она не должна превышать версию таргет-файла. Это справедливо для всех компонентов, добавляемых через дерево проекта. Нажмём кнопку «Добавить» и в параметрах узла укажем те же сетевые настройки, которые задали модулем. Теперь необходимо указать номер компорта. Таблица нумерации компортов переведена в узле Device на вкладке «Информация». Мы используем RS-485-1, который имеет номер 5. Теперь нажмём правой кнопкой мыши на узел Modbus.com и добавим компонент Modbus Master. В его настройках нужно установить галочку «Автоперезапуск соединения». Это необходимо, чтобы при отсутствии ответа от модулей контроллер не исключал их из запроса. Нажмём правой кнопкой мыши на узел Modbus Master и из появившегося списка шаблонов выберем нужный модуль. Добавим их в проект и укажем на вкладке «Общее» с заданным модулем адреса. Соответственно, 8 для аналогового модуля и 16 для дискретного. Шаблоны уже включают в себя каналы с оперативными параметрами модулей. Привяжем переменные программы к нужным каналам шаблонов через вкладку «Соотнесение входов и выходов». Переменную RA1 привяжем к измеренному значению входа 1 модуля MV1108A, а переменную XDO1 к первому дискретному выходу MU1108R. Загрузим проект в контроллер и проверим, как работает наша программа. Если значение аналогового входа превышает 20, то выход замыкается. Если значение станет ниже 20, выход разомкнется. Как мы видим, наша программа работает корректно. Помимо обмена с модулями ввода-вывода, может потребоваться также настроить обмен с программируемым устройством, например, панелью оператора. Давайте рассмотрим это на примере опроса панели SP310. PLC-порт панели будет подключен к интерфейсу PLK-RS485-2. В настройках панели для PLC-порта выберем режим Modbus RTU Slave. Укажем сетевые настройки, оставим их такие же, как и в примере с модулями. И слейв-адрес панели зададим равным единице. Добавим на экран панели следующие элементы. Переключатель с индикацией, привязанный к биту панели PSB256. Цифровой ввод для работы с целочисленным беззнаковым значением, привязанный к регистру PSB256. И цифровой ввод для работы со значением с плавающей точкой, привязанный к энергонезависимым регистрам PFB256 и 257. Отметим, что для формата float в настройках элемента обязательно указывать тип DWORD. С точки зрения протокола Modbus биты PSB являются ячейками – coils, а регистры и PSV и PFV области – холдинг-регистрами. Поскольку PSV и PFV-регистры могут иметь совпадающие адреса, то при доступе к энергонезависимым регистрам по Modbus используется смещение адресов, равное 10 тысячам. Так, например, для чтения регистра PSV256 мы будем использовать адрес 256, а для чтения PFV256 – адрес 10256. Перейдем в кодесис и приступим к настройке обмена. Для начала объявим нужные переменные, которые будут использоваться для чтения и записи данных. Чтение будет происходить циклически, а запись по переднему фронту – переменный bool. Обратите внимание, что для работы с числом с плавающей точкой и с PFV-регистра мы добавили дополнительные переменные типа Word. Чуть позже мы поясним почему. Опять добавим компоненты Modbus.com и Modbus.master. Настройки компонента Modbus.com должны совпадать с сетевыми параметрами панели. Также нужно указать номер компорта RS-485-2. Опять сверимся с данными на вкладке «Информация» и увидим, что в этом случае нужно использовать номер 4. В компонент Modbus.master добавим компонент Modbus.slave. Он используется для настройки обмена с произвольным устройством. На вкладке «Общие» укажем адрес панели – 1. На вкладке «Каналы» настроим каналы опроса и записи. На панели используются 3 элемента, поэтому нам потребуется 6 каналов – 3 для чтения, 3 для записи. Для начала создадим каналы опроса и записи для бита PSB-256. Для канала чтения выбираем циклический режим опроса и функцию Read Coils. Адрес 256 и длину, то есть число считываемых бит – 1. Для канала записи укажем режим опроса «Передний фронт», функцию Write Single Coil и адрес 256, длина также 1. Теперь создадим каналы для регистра PSV-256. Для канала чтения выбираем циклический режим опроса, функцию Read Holding Registers, адрес 256 и длину 1. Для канала записи указываем режим опроса «Передний фронт», функцию Write Multiple Registers и адрес 256, длина также остается единичкой. Осталось создать каналы для опроса значения с плавающей точкой, размещенного в регистрах PSV-256 и 257. Напомним, что для доступа к PSV-регистрам используется смещение адреса на 10 000, а также переменная типа флот занимает 2 регистра. Для канала чтения выберем циклический режим опроса, функцию Read Holding Registers, адрес 10256 и длину 2. Таким образом мы считаем 2 регистра подряд. Для канала записи укажем режим опроса «Передний фронт», функцию Write Multiple Registers, адрес 10256 и длину 2. Теперь перейдем на вкладку «Соотнесение входов и выходов» и привяжем к созданным каналам переменные программы. На этой вкладке доступна привязка только переменных типа bool и word. Именно поэтому для переменной с плавающей точкой мы заранее создали 2 дополнительные word переменные для чтения и 2 для записи. К триггерным каналам записываемых параметров привяжем переменную xWriteCommand. Таким образом по переднему фронту этой переменной будет происходить запись значений во все элементы панели оператора. При необходимости можно было бы объявить для каждого канала записи свою триггерную переменную. Для параметра «Всегда обновлять переменные» требуется установить значение «Включено 2» всегда в задаче цикла шины. Осталось только разобраться с представлением данных с плавающей точкой. В конфигураторе панели SP3XX такой формат называется float, а в кодесис ему соответствует тип real. Но как мы видели, переменную типа real нельзя привязать в каналы к компонентам от BassSlave, поэтому мы привязали две переменные типа word. Для конвертации типов добавим в проект библиотеку Oven Communication. Библиотека доступна для загрузки на сайте Oven в разделе кодесис V3 «Библиотеки и компоненты». Установить ее можно через репозиторию библиотек, расположенной в меню инструменты. На нашем ПК библиотека уже установлена, так что просто добавим ее в менеджер библиотек. Используем функцию word2ToReal, чтобы собрать из двух считанных из панели переменных типа word переменную типа real. Так как перестановка байт в нашем случае не требуется, входу xSwapBytes присвоим значение false. Обратите внимание, что к первому входу мы подключили вторую считанную переменную, а ко второму соответственно первую. Для записи переменной real в панель воспользуемся функциональным блоком real2word, который позволяет преобразовать переменную типа real в две переменные типа word. Перестановка байт опять же не нужна. И опять обратите внимание на порядок подключенных к выходам этого блока переменных. Загрузим проект в панель и обновим проект в контроллере. На дисплее панели изменим значение переменных. И увидим, как они изменились в контроллере. Для записи данных в панель подготовим в контроллере новые значения переменных и сгенерируем их в панель. Сгенерируем передний фронт в переменной x-right-command. Заданные значения будут записаны в панель и считаны обратно в PLK. Итак, мы рассмотрели, как настроить обмен с модулями MX110 через шаблоны и организовать опрос произвольного устройства через стандартные средства конфигурирования на примере панели SP310. Следует отметить, что стандартные средства конфигурирования имеют ряд ограничений. Число слейв-устройств в пределах одного компорта ограничено 32-мя. Максимальное число каналов для каждого слейва составляет 100. Также отсутствует поддержка широковещательной рассылки на адрес 0. Обязательно рассмотрим в одном из следующих роликов. А пока спасибо вам за внимание. Увидимся в следующих видео.